У вас, прочитал ваше дополнение к вопросу, вот, конечно, не самый лучший вы выбрали вариант общения, потому что, ну, во-первых, не все эксперты видят это дополнение, во-вторых, знаете, ну, как бы, отвечать вам снова и снова на ваши дополнения. По мнению, это не очень удобно, это непрактично и это нерационально. Вот, но, тем не менее, тем не менее, вы много чего написали, вот, я, наверное, буду читать ваш текст и давать комментарии по поводу того, вот, собственно говоря, что вы озвучили здесь. Итак, значит, просто закачалось, конечно, вы, лучше было выбрать одного специалиста и бы работать с ним, но все же, вот, все же что? Понимаете, вы сами говорите о том, что лучше выбрать одного специалиста. И действительно, все вот эти вопросы, которые вы задаете, их все можно было решить в рамках одной консультации. Но, тем не менее, поучать вас я не буду. Вы хотели, это ваши правы. Далее. Обратите внимание, сидят на эти знаки, потому что они стали более открытыми. Значит, с учетом того, что вы написали. Далее, я могу сказать, что, по-видимому, у мужчины наблюдается кризис в отношениях с его женщиной. Да, он пока с ней вроде бы не расстался, но с вами он почувствовал некую такую вот духовную связь и, собственно, чувствует от вас обратную связь. И из-за этого он стал к вам вести, к вам проявлять себя более открыто. Вот. Не обязательно, что он со своей женщиной расстается или расстанется, но факт в том, что человек на самом деле переживает определенный кризис. То есть, та другая женщина стала ему менее дорога. Ну, или он ее стал менее ценить. Или, опять же, он сам изменился. Ну, это вряд ли. Далее. Вы пишите, что он настойный благосилательный, как говорили ко мне. Если хорошо задуматься и покопаться, в мистерку, наверное, я бы хотел сближения с ним. Пишите вы. Более даже какого-то близкого общения. Пусть дайте начало как друзья, чтобы дать его получше. Ага. Еще, понимаете, он не нравится во всем. В характере, темпераменте, поступках, нравится его внешность, глаза, улыбка и так далее. Ну, вот знаете, вот здесь у вас я уловлю некое такое, знаете, как переносное. То есть, вы говорите сперва об одном. Вы говорите сперва про то, что хотели бы стать друзьями с ним. Это у вас рационально говорит, что вы понимаете, что нельзя с человеком сближаться так быстро, что нужно все-таки, ну, в какое-то время, да, нужно знать друг друга получше. И тут же вы пишите о том, что он вам нравится во всем. В характере у вас к нему возникает даже сексуальное желание. И, эээ... Вот, вы знаете, дружить с человеком нормально. Если вы будете проявлять себя по отношению к нему как друг, и как друга пригласить его куда-то. Скажите, просто вот давай подведем где-нибудь, давай просто проведем время, предложить. Хотя бы вы узнаете, как мужчина к вам относится, как он вас позиционирует. И правда в том, что вы ничем не рискуете и ничего не теряете от этого. Потому что вы поступаете именно как друг здесь. Просто как друзья, вам даже уточнять этого не надо, ибо между вами ничего нет. Но ситуацию осложняет то, что нравится вам во всем. И в том числе вызывает сексуальное желание. Из чего я делаю? И вот, а, и не только из этого, но и из того, что вы написали о том, что у вас отношения закончились давно, и что вы хотите любить и быть любимой. Так вот. Из этого я делаю, что вы уже давно, ну или какое-то время, не чувствуете себя женщиной. И женщины себя посвятят, что вы хотите. И именно по этой причине вы испытываете такое вот желание. Здесь я рекомендовал бы вам подумать вот в каком направлении. Нужно разграничивать то, что вы хотите делать для мужчины, и то, что вы хотите делать для себя. То есть, например, если у вас появляется сексуальное желание, то это затуманивает ваше сознание. И вы можете действовать адекватно. И, соответственно, рискуете проявить себя немного не так, как вы хотели бы. Соответственно, свое напряжение, в том числе и сексуальное, можно и нужно как-то снять. Через отношения ради секса, только ради секса, например. И так далее. Здесь уже решать вам. Еще мне бы хотелось вам сказать, что есть у меня подозрение, что вы его идеализируете. Вот вы говорите, что он вам многим идеален. И идеализация, это тоже не есть хорошо. Наливает она меня на мысли о том, что вы в свою идеализацию, в свое восприятие мужчины вкладываете как раз вот то самое значение, порожденное вашими желаниями. То есть, вы хотите быть женщиной, вам для этого нужен мужчина, по-вашему мнению. И вы именно на этого мужчину, о котором вы пишете, вы предлагаете надежды по поводу того, чтобы самой обрести себя как женщину. Именно с этим связана его, значит, идеализация с вашей стороны. Далее. Семейное положение. И вот это останавливается, и вот это останавливается, что у него есть отношения. Не очень понятный смысл этой фразы, но, как я понял, у него есть отношения. Правда, вы не сказали какие. То есть, есть у него женщина или есть у него жена. А если у него есть женщина, то женщина это не с кем. Вы говорите о том, что у вас присыпается совесть, и по поводу того, что у него есть женщина, и хотите ручить отношения и так далее. Здесь нужно сказать, что вы поступаете достаточно традиционным способом. Когда? С одной стороны, вы не несете полную ответственность над себя. То есть, вы хотите быть с ним другом, вы хотите с близостью, но ничего для этого, как я понял, не делаете. Потому что у вас, помимо желания быть с ним друзьями, есть еще и страхи о них чуть позже, и желание как раз таки, ну, и влечение. Вот. И это как бы вы не решаете свою проблему. То есть, у вас есть проблема, проблема желания, вы свое желание не удовлетворяете. Из-за этого вы, условно говоря, себе вредите. Когда человек себе вредит, он не несет за себя ответственности. Но при этом вы легко берете ответственность за его отношения с его женщиной. Вам нужно здесь постараться закрепиться вот на какой мысли. Значит, мысль, которую я хочу вам сказать заключается в том, что, значит, вы не разрушите семью, вы не разрушите отношения, если... Вы ничего не разрушите, если между вами и мужчиной, значит, что-то есть. И вы ничего не разрушите, если между ним и его женщиной тоже что-то есть. В этом случае вы ничего не разрушите, потому что разрушать нечего. Нельзя разрушить те отношения, которые, условно говоря, имеют речь. Если мужчина, например, к вам уйдет, это означает только то, если мужчина к вам уйдет, это означает только то, что его отношения с другой женщиной для него не совсем корректны. Они себя изживают. Вот не нужно нести ответственность за чужие отношения, нужно быть собой, нужно общаться с мужчиной, нужно проявлять свои, как бы, интересы, свои желания. Если вы хотите более близкого общения с ним, делайте шаги к этому, ничего страшного в этом нет. Ну, естественно, нужно соблюдать границы, но если он вдруг к вам уйдет, то это его выбор, и это проблема его отношений с другой женщиной, но не ваша ответственность. Далее, про вербальные и невербальные жесты добавил оптомысл. Данная тема очень интересная. Сама я решила, как доподготовку психологии, она мне интересна, много читаю. Вот интересно, много читаете вы чего, зачем, почему, как у вас структурированы ваши знания, для чего вы вообще изучаете психологию и так далее. Это, кажется, это интересный момент, потому что, вот пока, вот если вы говорите, да, вот пример с рукопощатием, одна рука протянута, голова вроде бы прямо, она немного опущена, обращена ко мне, взгляд смотрел прямо на меня, на лицо, на губы, была улыбка. Знаете, многие позы людей, значит, ничего не значат. И правда заключается в том, что вы, исходя из чрезмерного обращения внимания на невербалику, можете просто набросто себя запутать. И вот это ощущение у меня и сложилось, когда я читал ваше дополнение, что вы запутали. У вас чересчур много информации. Вы, как психолог, ну я не знаю на сколько, конечно, пытаетесь эти знания переложить на себя, не понимая при этом, что то, что вы знаете в данном случае лишь осложняет ситуацию и не позволяет вам быть собой. То есть важно не только быть психологом с клиентами, но важно и не быть психологом в личной жизни. А вот это, мне кажется, здесь у вас не получается. Именно из-за того, что вы чрезмерно много внимания обращаете на позы, на руки, на положение головы и так далее. Это не то, что делают люди в повседневной жизни. То есть от этого я рекомендую вам отходить. Ибо какая разница, какая у него поза, какое-то имеет значение, если, например, вы чего-то боитесь, или если, например, у вас проблема с ответственностью. Никакой разницы этого знания у вас не будет. Мои цели я уже определил. Я хотел бы им продолжить флирт, но думать ничему не приведет, так как мои цели малореализны. Но вот здесь опять же не уверен в себе. Заведомая уверенность в собственном проигрыше и, значит, принижение своих целей. Это раз. Два. Флирт, может быть, действительно ничему не приведет, потому что флиртуя, вы, по сути, уравниваете себя вот с той женщиной, которая хотела с ним переспать. Вот. И флиртом, я думаю, его нельзя. Если вы хотите его расположить к себе, вам имеет смысл с ним как раз-таки общаться, именно вот как друзья, и именно через дружбу, через взаимодействие, через общие интеллекты, через общее времяпровождение, хотя бы немножко для начала. Как-то вот налаживать контакт, помимо работы, и далее смотреть уже на его отношение к вам. Далее. Последний вопрос. Я не наблюдаю за ним пять лет. Я просто это написал, чтобы было понятно, что мы длительное время работаем вместе, и детально отпускал только эти дни. Первые три года мы вообще друг друга не замечали, и взрослых здоровались, и все. У меня тогда были отношения на этот период. Лично, наверное, последние годы-два мы стали больше общаться к работе, иногда по личным вопросам, активные и так далее. Конечно, когда человек на виду сложно не заметить, если изменяется его поведение, он начинает делать то, чего никогда не делал. Ну, знаете как, у вас были отношения, вы на него не обращались. Это понятно. Но вы к нему притерли. То есть вы увидели как молодой мужчина, вы увидели как молодой человек. В принципе, это здорово. Значит, далее. Он изменился, потому что изменилось кто-то в его жизни. Я вам об этом говорил в своем аудиоответствии. И не когда вы говорите, что его поведение изменилось, значит, изменилась его жизненная ситуация, социальные условия, личностные цели, возможно, ориентиры. И любые перемены – это здорово. И вам в эти перемены вполне можно как-то влечься. Другой вопрос – на сколько? Но если вы хотите человека любить, если вы хотите, чтобы человек был счастлив, если вы реально хотите с ним сближение для него, а не для себя, если вы исключите вот этот вот свой личный интерес, личную заинтересованность, как я вам об этом говорил, то вам никто не мешает с ним просто общаться. Без обязательных мыслей о будущем. Вообще, это то, что вас сильно отбивает. В смысле, о будущем, страхе, различное просчитывание вариантов развития событий и прочее, все это не добавляет вам определенности по отношению к нему. И отсюда я могу сделать вывод, что, опять же, это, возможно, следствие того, что вы увлекаетесь психологией. И я вам скажу, что нет правильного решения. То есть, если вы ничего не сделаете, вы будете жалеть о том, что ничего не сделали, вы будете мучиться о том, что вы не сделали шагов к нему. И если вы что-то сделаете, вы все равно можете ошибиться. Я кончусь, что вы это постарались понять для себя. Далее. Я не знаю, что у мужчины есть отношения, насколько я одна, они у него не менялись. Поэтому, в личном плане, у него все так же. Но, опять же, вы этого не можете знать, потому что мужчина, как вам, получается, изменился, а мужчина, получается, с вами стал себя вести по-другому. Мужчина-то, получается, начал менять свое поведение по отношению к вам. Значит, у него что-то изменилось, значит, у него что-то произошло. И если отношения у него остались, например, вот, он им стал стал меняться, выразить и так далее. В любом случае, вам нужно реагировать к человеку, которому проявляет внимание, больше знаков внимания. И все. Ваша ответственность, и вам нести ее только за себя. Поэтому не нужно думать о том, что у него есть отношения. Действуйте так, как вам не вредит. То есть, действуйте в том ключе, чтобы не навредить самой себе. И все. Больше вам, в принципе, знать не нужно. Рано или поздно, если вы будете сблизаться, вопрос отношения его встанет. И вот тогда вы все решите. Если вдруг вы люди, раз и навсегда. Меня удивило то, что он стал более свободно себя очистить. Так, ну понятно, вам здесь понравилось именно то в нем, что он уверен в себе в своих целях. В целях верен ответственнее. Значит, и стал более себя вести свободно. Правда, непонятно с вами или вообще. Опять же, вне зависимости от этого, можно сказать, что его отношения все же изменились. И изменился, в первую очередь, он сам, возможно, полностью та женщина. Она все-таки не его. Вот это вот нужно вам понимать. Но опять же, это просто для вас, как бы, как знание. Вам это знание ничего не даст и значения не имеет. Если вы хотите с ним подручиться, делайте это. Это можно делать и с наличием у него женщины. И вот я хотел бы, чтобы вы постарались для себя определить, как вы, значит, коррелируете, да, соединяете в единую, так сказать, подвистую. Одну точку зрения, чтобы с родителями подрушиться и просто у него друг друга получше, как друзья. И точка зрения, чтобы испытывать нему сексуальное желание, что вы боитесь с ним близяться именно потому, что у вас возможны ошибки и прочие негативные последствия. Вот это противоречие. На мой взгляд, оно сейчас основное для вас. Разрешите его, и многие вещи будут понятны вам. Далее. Понимаю, что он идеален во многом и хотел бы видеть именно такого спутника в своей жизни. Значит, ну, идеален к мужчине не бывает, то, что вы его идеализируете, об этом я уже сказал. И лучше бы, если бы вы его все-таки не идеализировали, потому что идеализация проождает зависимость, эмоциональная зависимость. Вот чтобы не ставить ее, вам лучше человек все-таки воспринимать максимально адекватно. А это означает, что вы видите не его, а только тот образ, который он вам представляет. Как такового, вы его не знаете. И у вас здесь еще одно противоречие. Вы говорите, с одной стороны, что вы мало оно знаете. С другой стороны, вы говорите о том, что вы его достаточно изучили. Опять же, и это противоречие также необходимо вам разрешить для понимания своей линии поведения. Тут играет роль, может быть, что мои отношения закончились давно, в прошлом. Я долго переживала, выходил из них, но сейчас решила для себя жить дальше и хотел быть любимой и любить. Ну, во-первых, то, что вы долго переживали, означает, что вы эмоционально привязаны. И склонность к эмоциональной привязанности у вас не прошла. И на это указывает вот то, как вы проводите внутри себя свою работу внутреннюю. То есть вы представляетесь человеком с достаточно высоким уровнем интроспекции. Я не знаю, интровязку вы или нет, но эта интроспекция у вас есть. Это определенно. И рефлексия тоже. Хотя, по большому счету, именно интроспекция. И эта эмоциональная привязка и интроспекция заставляют меня думать, что вы вполне вероятно отношения, проще вы еще до конца не отпустили, может быть, травму, которую вы получили в результате их завершения, также до конца не убрали. Это первое и второе, что в любых других отношениях новых вы можете оказаться в той же самой позиции. Я хотел бы, чтобы вы это тоже постарались учитывать. Потому что вы гласите, что я хочу быть любимой и любить. У вас на первом месте хочу быть любимой. Для чего вам быть любимой? Зачем? Понимаете ли вы, что такое любить? Что значит любить? И когда можно любить? Это важный вопрос. Я хотел бы, чтобы вы о них подумали. Идея в кафе интересная. В другом случае я бы воспользовался серией, но думаю, что здесь вот ситуация как-то неуместная. Я, конечно же, боюсь отказа и выглядеть глупой. Ага. Ну, во-первых, мужчина вам не откажет. Как вы себе это представляете? Отказать женщине в том, что она пригласила его в кафе. Далее. Почему он вообще должен вам отказывать? Вы что, его склад не эти как-то или что? Если вы просто откажете ему, давайте посидим пообщаемся. Особенно после разговоров о жизни. Ну, вы знаете как? Поговорили о жизни, да? Поговорили ли какие-то темы? Говорите, слушай, давайте посидим и помолтаем. И через два дня говорите, вот слушай, я сегодня не могу, давай мы посидим где-нибудь в кафе. И все. Это нормальное дружеское общение. Почему вы считаете, что он вам отказ? Это первое. Второе. Вы говорите, я боюсь отказа и выглядеть глупой. Почему вы считаете, что вы будете выглядеть глупо? Это первое. Второе. Ну, окей, может быть, вы и будете выглядеть глупой. Хорошо, но с точки зрения кого? Почему вы ориентируетесь на мнение тех, в глазах кого вы можете быть глупой? Получается, что вы недостаточно уверены в себе, раз вы боитесь. Вы принижаете свою цель. Если надумаете, что вам могут отказать, допускаете тот факт, что вам могут отказать. И вы боитесь того, что ваше представление о себе в этом случае изменится. Тоже важный момент. Почему ваши представления должны меняться от реакции других людей? Получается, по всем ориентирам, вы не очень уверены в себе человек. На это указывает и наличие у вас эмоциональной привязки. Которая была в предыдущих отношениях. В отношениях, из которых вы долго выходили. Потому что, если человек любит, если его любовь чиста, то есть без примитий, то ситуация такова, что, ну, загонит из размножения, значит, мужчина с вами несчастлив, значит, вы его отпускаете и все. Но вы долго выходили. И связано это с тем, что вы переживали фрустрацию. То есть невозможно удовлетворить свои желания, которые у вас есть. И это большая проблема. Опять же, для вас это большая проблема. Потому что свои желания нужно удовлетворять самостоятельно, а не через других людей. Ага. Порой, конечно, не хватает мне всей этой уверенности, безбалчивости и свободы сделать что-нибудь такое, что потом спинаться с улыбкой. А почему? Откуда у вас такая зажатость? И так далее. Откуда у вас эта зажатость? Вот с чем она связана? Ну, как-то, как-то вот. С этим нужно разбирать. Что это? Комплексы, следствие детско-радических отношений и так далее. Не очень понятно. Далее. Значит, вы говорите, что вы как бы озвучиваете второй аудиоответ. Я так понимаю, что это отвечаете не мне уже, а моему коллеге. Вот. Но, тем не менее. Все я хочу получить. Я уже писал выше, поэтому добавить отвечу то, что я понимаю, что, наверное, неправильно все это с одной стороны и что это меня останавливает. С другой стороны, сложно контролировать свои эмоции. А что неправильность и почему? Особенно с учетом того, что я вам рассказал про отношения. Что неправильно и почему? Что вообще может быть правильно и неправильно в отношениях людей? Кто определяет это? Правильно или неправильно? Как вам если оценивать свое поведение с точки зрения правильного или неправильного? Как другие люди могут оценивать поведение другого человека с точки зрения правильного или неправильного? Это нет таких понятий. Нету правильного и неправильного поведения. Есть то, что вы делаете, потому что ходите вы. Есть то, что делают другие люди, потому что ходят они. И все. Никакого, никакого правильного и неправильного поведения нет. Далее. Схлойте контролировать свои эмоции и чувства. Ага. Видите ли? Ну, во-первых, эмоции являются следствием чувств, а чувства породаются ощущениями. Поэтому нужно разбираться именно с ощущениями в первую очередь. Ага, то есть, если вы, например, испытываете фрустацию, то фрустация породает у вас чувства. Чувства должны иметь всегда объект. И эмоции – это форма выражения чувств к объекту. Чувства никогда не могут быть без объекта. Отсюда и, собственно, проблема в контроле. Поэтому ощущения, что они из себя представляют, нужно разбирать. Например, сексуальное желание – одно, неуверенность в себе – другое. Страх – третий. Там, скажем, потребность быть любимой – это четвертое и так далее. Это ощущения. Вот, изначально. Например, сексуальное желание – это ощущение. Страх – это чувство. Но страх – это живство, порожденное, опять же, нежелание получить некие другие представления о себе. Страх – это следствие тревожи, тревожности, например. Понимаете? А тревожность – это именно ощущение, которое не всегда понятно. Не всегда я знаю его причина этого ощущения. Хотя я явно понимаю, что может у него что-то ко мне и есть. Так мы этого не узнаем, пока он не сделает первый шаг и не проявит инициативу. Мужчина ведь он может думать все то же самое, что и вы. В голове сидит мысль о том, вдруг он поймет, что он сделал ошибку, он приобрет какие-то шаги, а потом поймет это и будет он чувствительный не в себя, зная, как он ответственный и верный. Причем туда же примеры, это может только все усложнить. Опять же, вы берете ответственность за другого человека. Это неправильно. Если вы берете ответственность за другого человека, то вы не несете ответственность за себя. Это действительно так. Вы не несете ответственность за себя. Скажите, вы имеете право берет на себя такую вот ночью и определять выбор другого человека? А главное, как бы продумывать за него этот выбор? Ваш мужчина, кем бы ни был этот взрослый человек, и вот он взрослый, и он волен поступать так, как он хочет, поэтому ошибка это нормально, обвинение в себя это его проблема, его, не ваше, и вашей вины в этом нет. Опять же, не нужно брать на себя вину за то, что от вас не зависит, и вы вправе проявить инициативу, он вправе эту инициативу принять или отклонить, никто от этого не пострадает. Если вы пострадаете, то это уже именно ваша субъективная сторона, с которой нужно разбираться, но если он пострадает, это его ответственность. Уважаемый клиент, пожалуйста, постарайтесь границы проводить четкие между собой и другими людьми, и ответственность нести в первую очередь только за себя. За других не надо думать, тем более за мужчин. Далее, потому что, наверное, я понимаю, что он становится небезразличным. А небезразличным в каком плане? Вы в нем нуждаетесь, или вы хотите сделать его счастливым? Это важный момент. Его знаки, внимание, приятные, я не против, его прикосновение взгляда в общение с ним. Но, наверное, две сложности в том, что вы редко претензируете на работе, это несколько совместных смен, не помогая в продолжении общения, в том числе развитие не происходит правильно, потому что работа-то не в том месте, можно выстраивать отношения, поэтому я вам и говорю, что нужно постепенно переводить общение, если оно вам нравится, в нерабочее русло. Мне хочется от него большего, и не хочется быть наблюдателем, но боится на реактивные действия и спорта. Опять же, если вам хочется чего-то большего, для чего, почему, чего именно хочется, какие это желания, почему вы не можете сами эти желания удовлетворить свои? Человек не должен вам давать того, чего вы хотите. Обнажение развивается на взаимном желании что-то давать, а не получать. Вы хотите от него что-то получить для себя, и именно поэтому боитесь, что активное действие в целом спорта, потому что вы боитесь потерять то, что вам хочется получить. Вам приятнее находиться в осознании возможностей, что у вас что-то будет из того, что вы хотите, чем реально попробовать это получить, как бы рискнуть. Но в действительности рисковать не нужно. Удовлетворение ваших желаний – это одно, а свободное и равноправное отношение – это другое, независимое. И чтобы находиться в таких отношениях, нужно их обеспечить. А у этого обеспечения нет. У мужчины, например, есть отношение, у него есть другое, у вас нет никого. И понятно, что вы более заинтересованы в нем. И поэтому вы боитесь потерять его, как возможного кандидата, на партнера в отношениях с вами. И это проблема. Проблема вашей большей заинтересованности. Вот нужно подумать, как значение этого мужчины для вас немного снизит. Мне действительно кажется, что он сам не знает, чего хочет, не решил еще. Ну, как-то это немного не вязывается с тем, что вы до этого писали. Особенно в контакте того, что он уверенный в себе и знает, чего хочет. Ну, вот как-то противоречит опять. Потому что я боюсь потерять, что между нами есть, дадут быть такое общение. А почему вы боитесь потерять? Когда человек боится что-то потерять, он боится последствий. Последствия – это негативное воздействие на него. Какое негативное воздействие будет на вас, если ваше сообщение прекратится? Понимаете ли вы, что отношения нужно развивать? Если их не развивать, рано или поздно такое общение тоже закончится, и боль к вам просто перегорит. И вам будет еще больнее от того, что вы не попробовали. Так как уже писал обычные, были отношения здесь на работе, завязались, а потом резко по инициативе мужчины расстались. Там были свои слова, и с ним почиталось, что я не готова к серьезным отношениям, что я еще маленький, а был старше на 10 лет. Здесь, во-первых, травма, во-вторых, причины вашего выбора, почему именно на работе отношения начали выстраивать. Понимаете ли вы, что на работе лучше отношения не выстраивать вообще. Почему старше мужчины на 10 лет? Это всегда про отца, отношения с отцом, взаимодействие с отцом, либо чересчур близкие, либо наоборот, чересчур холодные. И потребность в мужчине, именно как в отце, соответственно, вами неосознанно здесь занимается позиция ребенка. Из этой позиции, соответственно, нужно выходить, потому что она делает вас зависимой. Но семейные отношения свои с родителями вы никак не раскрываете, и, соответственно, это получаются перспективы для дальнейшей работы. Тут он резко объявил о закончении отношений, скорее всего, вас травмировало, понизило самооценку. И так далее. Со всеми этими последствиями тоже нужно работать. Вы говорите, я не хочу повторения ситуации, ведь если зайдет дальше, а потом не получится, кому-то придется уйти. Но вот опять. Вы опять стараетесь прогнозировать. Прогнозированием не может заниматься человек, который находится в вашей ситуации. Прогнозированием может заниматься другой человек в лучших случаях. Но, поймите, что если вы уже с мужчиной, как бы вот, ну, пересклились, если у вас с ним уже есть чувство, то, поймите, всегда есть риск. И бояться этого, значит бояться риска. Но бояться риска означает бояться быть счастливой, потому что стать счастливой можно только рискнуть. Вот, и есть ответ на ваш вопрос. Поэтому, поэтому, в этой ситуации, в вашей ситуации, нужно понять, что ошибки в ваших расферах. И нужно для себя решить, стоит ли этот мужчина того, чтобы попытаться. Стоит ли этот мужчина работать, например. И потом, почему обязательно уходить кому-то? Ну, можно же все, при концов, решить, как грозные люди. Ну, вот, ваш мужчина не смог. Хотя он поступил лицемерно, он назвал маленький вас, а он уволился сам. Это слабохарактерность. Это слабоволие. Это, по сути, делает трусость. И вот об этом я тоже рекомендовал бы вам подумать. Далее. Боюсь, конечно, того, что ему это со мной неинтересно будет. Здесь самооценка, развитие, ваше развитие. То есть, с одной стороны, самооценка, почему вы считаете, что ему с вами неинтересно, если все говорит обратно. Что вы о себе думаете, как вы себя воспринимаете и так далее, и так далее, и так далее. То есть, нужно работать над повышением собственной самооценки. И с другой стороны, объективно нужно и развиваться тоже, чтобы ему было с вами интересно. То есть, наблюдать, что все нравится мужчине, и стараться изучать эти темы, например, чтобы быть, как бы, в курсе того, что ему нравится. Это совершенно нормально. То есть, понимаете, когда вы боитесь, вы ничего не делаете. Ну, и определить, чего вы боитесь, какие негативные последствия для вас не желательны, и с ними что-то сделать. И все. Не надо бояться стараться боя. Страх – это пассивность. Пассивность. Страх – это не свобода. Страх – это существо контроля над своей жизнью. Понимаете? Этот человек тоже старше меня. Правда, насколько вы не сказали. Ну, определенно, если у вас мужчина старше, то, думаю, что весь отношение с отцом как-то замешано в любом случае. Опыты в отношениях у меня мало. Пишите вы, и потому я думаю, что петь могу все испортить. Во-первых, почему мало опыта? Простите, если вы писали, но сколько вам лет? Далее, почему вы считаете, что вы не должны все портить? Почему вы считаете, что вы не имеете права на ошибку? Ошибаются все. Но результаты ошибок нужно воспринимать право правильным. Если вы получаете негативный результат в своих действиях, то это опыт. И воспринимать это нужно как опыт. Не как какое-то принижение себя, а именно как опыт. Далее, и что это, наверное, просыпается, ведь у него есть женщина, не знаю, мы знаем, что он не такой, что просто повредит, 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 поиграет и бросит. Я перед лет все равно знаю нам немного, поэтому просто так запутался, наверное. Да, вы запутались, и запутались вы во многом из-за своего подхода к вопросу. По поводу путаницы я вам сказал, по поводу того, что вы знаете, я нам немного тоже сказал, и по поводу женщины другой тоже сказал. Поэтому изначально я не написал статус мужчины, так как мне важно было знать его поведение вне зависимости от этого. Обязательно в чем дело, вы не дали полной информации анонимно. И не дав полной информации, вы ввели психолога в заблуждение. Это не самый лучший вариант для работы над вашей проблемой. Для психолога важно получить всю информацию. Далее. Просто, скорее всего, если бы изначально написал все, как есть, то не получил бы вам ответов. Наверное, было бы осуждение, рекомендации не лезть, оставить его, хотя я ничего не делаю. Но это опять, вы опять додумываете за других, вы опять как бы берете ответственность за нас. Психолог и самопрофессиональный никогда осуждать не будет. И говорить вам не лезть, оставлять его тоже не будет. Психолог, если он грамотный, он поможет вам, он определит ваше поведение, но он не будет вас осуждать и оценивать. Это не психолог. А вот вы, аноним, опять берете ответственность, теперь уже за нас. И додумываете за нас то, как мы себя поведем. Откуда вы можете это знать, для меня загадка. За эти пять лет я много раз просекал мысли о том, что, возможно, к нему это кто-то есть. Ну, мысли – это мысли, а чувства – это чувства, и у вас чувства пройдены желаниями, поэтому пресекайте, понимаете, сколько угодно, но желания никуда не денутся, они становятся только сильнее или начинают сублимировать, что еще хуже для вас. Далее, значит, отвлекал себя, но сдалась, когда он начал сам что-то проявлять. Опять же, что значит сдалась? Вы не сдались? Вы, по-принципу, не проявляетесь ему ничего, если я правильно вас понял. Как вы раскроете этот слово «сдалась» для меня не очень понятно, что вы в это вкладываете. И вот, ладно, было это понятно, ведь он не такой, я немного все равно его изучил, он просто развлечен на раз и все. Скучно стало, например. Ведь он не такой, я немного его изучил. Ну вот, об этом противоречии я вам и говорю. То есть вы говорите, что вы знаете его немного, и тут же вы говорите, что я его все равно изучил, и что он не такой. Есть подозрение, что вы не знаете, как он на самом деле. И не факт, что он вам понравится, настоящий. И поэтому я говорю, что идеализировать человека, как вы сейчас сделать, не стоит. И вы сейчас активно работаете над созданием его образа для себя. Образа, а не реального человека. И от этого вам может очень сильно ударить разочарованием. Потому что обычно, когда человек идеализирует, когда скатывается в образ, реальный человек оказывается куда более хуже. Да-да, мне хотелось для нас со стороны. Хочется все-таки дальше понять, как действовать. Переступить через все эмоции и чувства, и снова просто делать вы, что ничего не происходит. Ага, ну вот опять же, не совсем понятно, что вы здесь говорите. То есть, вроде бы вы спрашиваете, но вопросы вы не задаете. И вариантов своих, кроме как переступить через чувства, вы не гладите. Понимаете, переступить через чувства легче всего. Но не будете вы счастливы в этом случае. А вот если попробуете, попробуйте, как я вам сказал, вы, так как не мере, получите обратную связь, и хотя бы увидите, есть у вас шанс или нет. Будет какая-то определенность. А вы находитесь в состоянии неопределенности. И вопрос у меня к вам один. Находитесь в состоянии неопределенности, потому что она вам приятна, вы в ней можете фантазировать и нашество надеяться, и вы боитесь остаться без надежды, фантазии. Или вы правда не знаете, что вам делать. Но тогда все необходимые рекомендации вы для этого получили. На этом все. Надеюсь, что мой ответ вам помог. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Я вам буду рад ответить. Если вы решите дополнение, еще одно написать, пожалуйста, напишите мне в личку о том, что вы его написали. Я его обязательно прочту и вам дополню свой ответ. Если вам понравились мои ответы, буду благодарен, если один из них вы сделаете лучшим. С праздником вас! Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!